Перспективы развития сферы туризма, привлечения зарубежных инвестиций, технологий и виновации металлургический сектор приорали. Таковы основные задачи пятого инвестфорума Байконур, который прошел в Козлаорде. Его участниками стали более 400 делегатов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Знакомство с регионом началось посещение космодрома Байконур, где со стартовой площадки гости из ФРГ, Австрии, Японии, Италии, Польши и других стран смогли наблюдать запуск ракеты-носителя «Союз». Уже через час за круглым столом приезжие эксперты обсуждали перспективы развития сферы туризма в регионе. Звучали конкретные предложения по созданию событийного и экотуризма, а также по организации выставок, традиционных ремесел и культурного наследия тюрков. Развитие туристской инфраструктуры на Байконуре, на наш взгляд, даст новый импульс развития индустрии туризма региона, при условии создания соответствующей инфраструктуры, он может стать одним из успешных туристических продуктов и Казахстана, и России. Пока немцы немного знают, но есть такие бренды, как Байконур, есть такой бренд, как Аральское озеро, который всемирно известный, поэтому я думаю, эти бренды могут заинтересовать крупнейшую ширину Европы, может заинтересовать национальный колорит, или собственный туризм. Для европейцев и немцев это специально интересно. Основные акценты были расставлены позже, на пленарном заседании в Казларде, в числе приоритетных направлений привлечения иностранных инвестиций и развития металлургического кластера. Для реализации последнего намечено строительство металлургического завода, который будет работать по принципу зеленой экономики. Были рассмотрены и другие интересные проекты. В завершении между Акиматом Казлардинской области, отечественными, зарубежными компаниями, а также международными организациями подписаны ряд соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Райхан Тажбаева, Канат Инсибаев, Руслан Акмамбетов, Казлардинская область.